Музыка Тема моей проповеди я скажу кратко и мы с вами помолимся. Тема моей проповеди я должен. Друзья, очень интересно, потому что мы все с вами люди, живущие на этой земле. И по большому счету Господь сказал, что я для вас соделал все. Или что-то Бог для нас не сделал. Все сделал, да? И вы же понимаете, что есть определенные вещи, когда Бог дает, дает, но однажды Он говорит, что ты должен что-то ему. Что-то должен, что-то взамен. Ну и по большому счету мы с вами, живущие на этой земле, ну что мы можем Богу дать взамен? Скажите мне, если у нас есть какое-то устройство и боговое паучье в доме, то опять же задается вопрос, от кого? Он дал, так или нет, друзья? Если у нас есть какое-то, допустим, богатство, если у кого-то есть, то опять-таки же это не от моей мудрости я это приобрел, а Господь мне дал. Так или нет, друзья? Все от Него как бы и думаешь, Господи, ну что я могу тебе дать или что я тебе должен, друзья? Вот интересно, знаете, и мы с вами находимся в такой период времени, когда действительно Господь от нас нечто будет требовать. И не то, что требовать, а ты должен. И я так же самое вместе с вами должен по той причине, что мы именуемся, друзья, Его имени, и это слава Ему за это, друзья. Он назвал тебя и меня сыном и дочерью. Аминь, друзья. Друзья, Он для тебя и для меня уготовил вечность. Это самое главное благодатство, которое Он тебе дал, друзья, взамен от этой земной жизни. Он для тебя уже приготовил вечность. Только, друзья, проблема иногда бывает у нас в человеке, что мы разумом понимаем, но в сердце далеко отстоим от этого всего, друзья. Хотелось бы наоборот, чтобы мы сердцем и разумом и всей внутренности своей это осознавали, что на этой земле нам делать, друзья, с вами по большому счету нечего. Что наша обитель, это не земное здесь предприятие, да, а наша обитель, это где? В небесах. Друзья, верим мы этому? Верим. Аминь, друзья. Пусть Бога богословит, друзья, читает Слово Божье. И вы, знаете, мы даже поем с этого места псалом. Да, друзья? Мы поем с вами псалом. Сегодня, Саша, нема здесь, мы едем с работы, я открыл это местописание, ну и там себе вспоминаю этот псалом, мы же поем, да. И если не будет овец в загоне... Помните этот псалом? А где, с откуда, с какого это места? А? Аввакум, друзья. Последняя глава. Читаем местописание, друзья. Но мы-то об этом поем. И это вроде хорошо, что мы поем. Но вот как вот в жизни нашей... А, вот Саша там сидит. И я ему это вложил, и вот до конца дороги, когда мы ехали, он все время это напевал рядом со мной. Друзья, очень интересно. Ну, смотрите. Господь, или Аввакум, говорит такие слова. Это молитва Аввакума, пророка, до Господа. И молитва не просто его, а молитва для пения. Значит, эту молитву можно петь. Друзья, и он такие слова говорит. Господи, услышал я слух Твой. И что сделал? Убоялся. Оказывается, друзья, в нашей жизни, если в определенной вещи, когда мы слышим голос его, и что? И боимся, друзья. Бывает такое? Или мы всегда, Господи, говори. Да нет, иногда, друзья, когда звучит нам голос Господний, мы боимся, друзья. И он дальше говорит такие слова. Господи, соверши дело Твое среди лет. Среди лет яви его. Во гневе вспомни о милости. Аллилуйя, друзья. Во гневе вспомни о милости. Но дело соверши. Друзья, очень интересно. Но дальше, друзья, я не хочу на этом застрять ваше внимание. Но только мы должны понимать, что мы иногда, друзья, мы с вами читаем Слово Божие. Мы рассуждаем о нем. И понимаем нечто, то, что нам Господь открывает. Что мы с вами живем в очень интересное время. Так или нет, друзья? Оно, с одной стороны, интересное. С другой стороны, страшное. А с третьей стороны, оно для нас неизведано. Мы его до конца не можем понять. Читаем Писание, вроде похоже должно быть. Вроде понимаешь, что все мы взрывы на этой земле верующие люди ожидаем Его пришествия. Так или нет, друзья? И нам хочется или не хочется? Хочется, чтобы Он пришел. Потому что мы понимаем, когда Господь придет, то все наши нужды, все наши проблемы, все житейские заботы, они просто-напросто что сделают, друзья? Исчезнут, разрешутся, друзья. А бы нам хочется. Но, друзья, тому, чтобы Он пришел, есть еще сопутствующие обстоятельства, которые нам, как верующим, с вами живущим на этой земле, нужно что, друзья? Пережить. И не просто пережить, а остаться Ему верным, друзья. И вот читаю, пропускаю много стихов, читаю с 15-го. Ты с конями твоими проложил путь по морю через пучину великих вор. Я услышал, говорит Абакум, и вострепетала внутренность моя. При вести об этом задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои. И колеблется место подо мною. Друзья, интересные слова? Вы когда-нибудь переживали такое? Когда-нибудь? У каждого из нас, друзья, я вам обыкновенный пример. Когда вы слушали весть о том, что ваши родные, близкие, кто-то, который вам дурал сердцу вашему, он ушел в вечность. Какое состояние вашей души? Друзья, они похожи здесь? Поколебалось место подо мной. И губы мои задрожали. И боль вошла в кости мои. Так или нет, друзья? А если еще сложнее обстоятельства, которые повергаешься ты, то приходишь в ужас от того, что происходит. Друзья, и вот с этого места я вам говорю. Дальше Абакум говорит такие слова. Вот о том, о чем я хочу с вами, друзья, кратко поделиться и помолиться. А я должен быть спокоен, друзья. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Друзья, не секрет, что мы с вами живем в очень интересное время и сложное, потому что мы не знаем. И знаете, на сегодняшний день земля полна слухов. И особенно мы здесь с вами переживаем, что же все-таки нам принесут те обстоятельства, которые произойдут в ноябре. И невольно, друзья, сердце наше трепетает, потому что как бы нам, верующим людям, хочется, чтобы это все прошло гладко, мирно и спокойно. Аминь, друзья. Так же нам хочется, чтобы не было никаких проблем, друзья. Но здесь очень интересно говорит о том, Авакум, что в столе, если придет, то вот эти обстоятельства, которые не сложились, я должен быть какой? Спокоен, друзья. Что такое спокой? Что такое спокой? Это просто отдых. Это быть такое равнодушное состояние, друзья, я вам задам. Вы всегда спокойны. Просто в наших же детских обстоятельствах. Я не говорю о бедствиях, которые пройдут на народ Божий, они пройдут. Но вот в таких наших жизненных обстоятельствах мы всегда спокойны. Друзья, особенно я понимаю, допустим, братьев и сестер, когда у них маленькие дети. Друзья, пришел, усталшись с работы, лег спать. В покой вошел. А тут детвора как поднялась, да, всю кувырком разбудилась. С каким сердцем просыпаешься ты? С покоем? Друзья, я реальные вещи говорю. Вы в покое просыпаетесь? Вы проснулись, а мир такой у вас. Благоденствие, покой. Ничего на вас не пришло, говорите. Ну, побольше сумму. Мне приятно так. Или нет? Или есть что-то, которое выводит нас из равновесия? Друзья, а еще очень интересно. Кто из вас, я знаю, здесь я не знаю. Здесь я в больнице никогда не лежал. И пусть Бог сохранит. Друзья, ну я помню, когда у меня было воспаление легких в детстве, там, в Союзе у нас. Когда тебе через каждые 4 часа ставят процедуру, да? И ты находишься во сне. Тебе сон. И тебе будет. Вставай. Ты открываешь глаза и думаешь, что тебе бы хотят. Ты же в покое находился. Тебе приятно. Тебе сонно. А тебе говорят, вставай. Вставай. Не просто мы же тебе помочь хотим. А ты на эту помощь как реагируешь? Да где вы взялись на мою голову? Я спать хочу. Я спать хочу, а вы мне тут помощь оказываете. Процедуры ставите. Нету такого, друзья. Ну а вакуум или Господь говорит через этого мужа Божьего. Когда приходят другие обстоятельства. По крайней мере того, что мы сегодня с вами испытываем. И сегодня Господь нам проговорил, что ропот есть в наших сердцах, друзья. Ропот среди народа Божьего. А по какой причине, друзья? Да потому что покоя нету. Потому что обстоятельства, которые нас окружают, и они не столь большие перед лицем Божьим. Но в наши глаза мы, друзья, привыкли их рисовать масштабно. И нам кажется, что все. Покоя нет. Белый нечем платить. Где денег взять? Покоя-то или нет, друзья? Нема покоя. Пришли в собрание. Звонок какой-то неотложный. Покоя нет, друзья. А вакуум стоящий перед лицем Божьим, он говорит, придут. Губы задрожали. Почва под ногами поколебалась. А он говорит, а я должен. Я должен быть спокоен. Друзья, да поможет Господь. Я хотел бы с вами об этом помолиться. О том, что, друзья, все обстоятельства, которые случаются в жизни нашей, они, как сегодня было говорено, братьями, они сопровождаются под руководством, или будем так, под великим наблюдением нашего всемогущего Бога. Так или нет, друзья? И если обстоятельства тебя постигают в этой жизни, то ты должен понимать и осознавать глубоко, не только разумом, друзья, но глубоко в внутренности своей, что это обстоятельство контролирует Господь. Аминь, друзья. Вот это важно для нас, как верующих людей, сегодня в седне, понимать, что все контролирует Господь. Ты в Его руке. А если ты в Его руке, значит, какой ты должен быть? Спокоен. Аминь, друзья. Это важно. Это важно для нас. Когда вот это все обстоятельства с тебя сжимают, а ты должен быть спокоен. Друзья, почему? Почему Писание говорит нам множество обетований, которые даны нам в Своем Божьем для тебя и для меня? Для чего, скажите мне? Чтобы ты, читая это обетование, которое записано в Писании, через него мог сохранять что, друзья? Надежду вначале. Самое главное, надежду. А если у тебя есть надежда, ты понимаешь, обетование написано, из руки моей никого никто не восхитит. Аминь, друзья. Или неправда? Правда, друзья. Истинно говорит Господь. Так если из Его руки тебя и меня не восхитит никто, то что ты должен находиться как? В покое, друзья. Это очень важно. И сейчас эти обстоятельства. Многие пугаются, бросают такие места, переезжают в другое место. Друзья, по большому счету, текаем сами от себя. Текаем сами от себя. Друзья, ну не убежишь. Если Господь определил в боли своей провести тебя через какое-то обстоятельство жизни, Друзья, поставить на веса перед собою. Друзья, куда бы ни бежал, куда бы ни скрывался, там рука Его достанет тебя. И Он сделает с тобой работу ту, которая определил в воле своей. А тебе ты должен, и я, быть спокойным, друзья. Очень интересно было сказано, вы должны быть светом. Вы должны быть солью этой земли, друзья. А светом, как мы светим среди народа, людей, которые нас окружают. Как вообще внутренне нас, или вообще, как мы с вами понимаем это местописание, насколько оно отображается в жизни нашей, в реальности. В том месте, не тут собрание. Мы в собрании друг для друга не светим, друзья. И солью мы друг друга не являемся, да. Мы должны быть светом где? Вне двери Дома Божьего, так или нет, друзья. Мы солью там должны, там должны осолять этот мир, друзья. А у нас, видимо, есть различия, свет от тьмы. Есть или нет? Есть, конечно, так же или нет, друзья. Когда тьма, то тьма, а если свет, то свет. А, друзья, почему-то христианство сегодня такое, что, знаете, оно деградируется. И у нас получается, заместо черно-белого, у нас получается серое. И у нас получается это смешание, которое не поймешь. То ли ты свет, то ли ты тьма. То ли ты соль, или ты помет. Непонятно, друзья. Поэтому Писание говорит, Аввакум говорит. Все, что приходит, все, что происходит, все, что меня постигло. И вести пришли. И убоялся я страхом. И все во мне затрепетало. И губы мои затряслись. И почва под ногами зашаталась. А я должен быть спокоен. Я должен быть спокоен, друзья. Как надо нас это важно. Я не знаю, друзья. Как нам все-таки, вот знаете, верующим людям, действительно приобрести этот покой, который исходит от него. Который приходит на нас от него. Который наполняет твою внутренность. И в обстоятельствах жизни ты понимаешь, что его рука над тобою. Что он подкрывает, покрывает тебя дланью своей. То, что он сказал, ты этой истинной правды, он сказал, касающейся вас, касаются кого? Зинеце лока Господня. Он сказал, и волос головы без воли моей не упадет с вас. Друзья, он волос, и мы можем посчитать? Нет, он знает. Знает, какая упала. И в какое время, и в какой час. И надо удалиться от нас. Друзья, он это все знает. А если мы смеем такого Бога, который так вот заботится, печется о нас. Я и ты должен быть спокойным. Аминь, друзья. Хотелось бы об этом с вами помолиться. Вы готовы так помолиться? Сказать, Господи, грядут обстоятельства, и грядут времена мятежные. Но ты помоги мне быть спокойным. Научи, чтобы я был должен быть этого покоя. Потому что так, говорит, дача вон. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградной волзах, а маслина изменила. Друзья, интересное выражение. Маслина изменила. Подумайте. А на следующий год не принесла плода. Друзья, и дальше. И Нива не дала пищи, хотя бы не стала обед в загоне, и рогатого скота в стойлах. Ну и тогда я буду радоваться о Господе, и веселиться о Боге спасения моего. Господь, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Слава Богу. Друзья, поймите меня правильно. Мне это тоже надо. И вам особо надо. Понимаете, друзья, когда Господь совершает обстоятельства, и ты научаешься быть спокоен. Это высота. Скажите мне, так или нет. Это высота. Друзья, главное отличие, я не раз говорил с этого места, главное отличие от твоего, от мира, который Бог положил в нас верующих, это совсем по-другому воспринимать обстоятельства жизни, которые слагаются вокруг тебя. Аминь, друзья. Потому что весь мир, он сегодня ропщет, он сегодня находится в трепете. С магазинов исчезли все автоматы, пистолеты, патроны и гранаты, друзья. Все исчезло. Народ запасается, готовится к чему-то определенному. А Писание говорит, а ты будь спокоен, друзья. Вот это и есть обстоятельства. Поэтому, друзья, если мы научимся с вами в этих обстоятельствах, будь спокоен. Он говорит, возведу тебя на высоты твои. Ах, друзья, как приятно быть на высоте Господней. Аллилуйя, друзья. Как приятно восторгаться к Богу живому. Как приятно сладостно входить в Его поток. Когда Он накрывает тебя своей благодатью, и ты понимаешь, что проблема, которая была, уже не проблема. потому что Его покров Он покрывает тебя. Когда ты ощущаешь, как мурашки на тебя начинают сходить, покрывают все твое тело, и ты думаешь, Господи, не достоин, а Он являет милостью, друзья. Покой приходит. Вот тогда сладостно. И тогда ты понимаешь, что Он есть на этом месте, что Он дает тебе это торжество в духе твоем. И ты понимаешь, что то, что здесь земное, оно все останется позади. А вечность ожидает тебя и меня. Аминь, друзья. Помолимся, что Бог дал нам покой. Субтитры создавал DimaTorzok